Слово о девстве. Продолжение. Если же кто хочет слышать суждение об этом, браке овдовевших, то пусть сначала примет во внимание мнение о том всех людей, и при том все, что бывает сопряжено с этим делом. Хотя законодатели не наказывают за такие браки, даже дозволяют и извиняют их, но многие и в домах, и на площади много говорят о брачных делах, с насмешками, укоризненными отвращениями. Все уклоняются от таких людей не менее, как от клятвы преступников, так сказать, не смея не вступать с ними в дружбу, не заключать с ними договоров, не доверять им в чем-нибудь другом. Кто видит, что они так легко изгладили своей души такую привычку и дружбу, и сожительство, и общение, вот его делается от этих мыслей некоторое оцепенение, и он уже не может со всей искренностью приближаться к ним, как людям клеткомысленным и переметчивым. И не поэтому только отвращаются от них, но и по самой неприятности того, что происходит у них. Что может быть, скажи мне, не сносне того, как после великого плача, вопля и слез, растрепанных волос и черной одежды вдруг видеть рукоплескание, брачные чертоги и смятение, всю противоположность предшествовавшему, как будто бы актеры на сцене разыгрывали то одну роль, то другую. Как там ты можешь видеть одного и того же, то царем, то последним бедняком, так и здесь тот, кто недавно простирался подле могилы, вдруг делается женихом, то растрепал свои волосы, снова носит на той же голове венец, то с поникшим и печальным взором, а часто и со слезами высказывал, утешавшим и много похвал, отшедший жене, и говорил, что ему жизнь и жизнь, и негодовал на удержавших его отсетования, тот и часто перед теми же самыми лицами снова украшается и наряжается, и как прежде со слезами на глазах, так теперь с улыбкой смотрит на тех же самых людей, дружелюбно приветствуя всех теми же устами, которыми прежде проклинал все подобные радости. А что все прискорбнее, с этим вместе вносятся раздоры между детьми, подле дочерей появляется львица, ибо такова обыкновенная бывает мачеха. Отсюда ежедневные пререкания и ссоры, отсюда странные и ни с чем не сообразные неприязнь к той, которая уже никого не беспокоит. Обыкновенно живые последуют и преследуют завистью, а с умершими и враги примиряются, но не так бывает здесь. Прах и пепел становятся предметом неприязни, невыразимая ненависть направляется против погребенной, злословие, порицание, клеветы на разложившуюся в земле, непримиримая вражда, причиняющая никому никакого огорчения. Что может быть хуже такого неразумия, такой жестокости? Нисколько не обиженная умершую, что я говорю не обиженная, пользующаяся ее трудами, наслаждающаясь ее добром, не перестает сражаться с ее тенью, и не причинившую никакого огорчения, а часто и невиданную никогда ежедневно осыпает множеством порицаний. Мстить, несуществующая через детей, а часто вооружает против них и мужа, если сама не имеет успеха. Однако все это людям представляется легким и сносным, чтобы только им не было нужды переносить влечение похоти. А девственница не страшится этого противоборства, но избегает этой борьбы, кажущейся для многих столь невыносимую, но доблестно становится и вступает в борьбу с природой. Можно ли надевиться ей по ее достоинству, когда другие нуждаются даже во втором браке, чтобы не воспламеняться, она, не испытав ни одного, всегда остается святое неповрежденное. Поэтому прежде всего, ввиду готованных вдовству наград на небесах, апостол Имея в себе, говорящего Христа, сказал, «Хорошо им оставаться, как я». Ты не могла взойти на самую высшую степень совершенства, по крайней мере, не ниспади с той, которая следует после нее. Пусть девственница имеет при тобой только то преимущество, что похоть ни разу не преодолела ее, а тебя прежде преодолев, не могла навсегда удержать свои власти, и ты после поражения победила. А та имеет победу чистую от всякого поражения. «Соприкасаясь с тобой в конце, она превосходит тебя только поначалу». Итак, вступившим в брак апостол преподает много утешений, так как и не лишает их друг друга без взаимного их согласия. Это лишение по согласию не простирает на долгое время, и еще позволяет им второй брак, если пожелаешь, чтобы не воспламеняться. А девствующим он не преподал никакого подобного утешения. Но первых после такого воздержания опять освобождает от него девственницу без малейшего облегчения, оставляет его всю жизнь рожаться, стоять неуклонно и смущаться вожделениями, и не дает ей ни малейшего отдыха. Почему и ей он не сказал? Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак. Потому что и борцу, когда он уже снял одежду, намастился, вышел на поприще и покрылся пылью, никто не сказал бы «Встань и убеги от противника». Но необходимо уже каждому из них выйти или увенчанным, или падшим и посрамленным. В детской игре, в гимнастической школе, где упражняются с близкими людьми и борются с друзьями, как бы с врагами, всякий сам властен не подвязаться и не подвязаться. Но когда уже обязался, и театр собрался, и распорядитель состязаний явился, и зрители уселись, и соперник выведен и противопоставлен, тогда закон состязаний отнимает у борца власть. Так и деви, пока она еще не решила, вступать ли ей в брак или не вступать, в брак дозволяется беспрепятственно. Но когда она избрала и обрекла себя на девство, то уже вывела себя на поприще. То же осмелится в то время, когда зрелище открыто, когда свыше взирают ангелы, и подвигоположный Христос, когда дьявол не истовствует искры, женщин стоит на виду и стремляется на борьбу, вступить на середину и сказать, где от врага оставь труды, удержись от столкновений, не провергай и не преодолевай соперника, но уступи ему победу. Что я говорю о девах? Даже давиться никто не осмелился бы сказать такие слова, а вместо их сказал бы следующее страшное. Впадая в роскошь, противность Христу желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. Послание Тимофею 5.11.12 Продолжение следует.